Итак, я предлагаю провести небольшое занятие, тренинг по такой теме, как чистовид-блога. Итак, необходимо время после того, как вы написали черновик, а затем можно приступить к чистке. Составление чистовика. Если черновик можно написать только один раз, то чистовик можно написать множество раз. То есть каждый раз, обращаясь к тексту, его можно подправить до какого-то идеального состояния. Я предлагаю вам взять текст, который я вам даю, и на его примере посмотреть, как работают с чистовиками. Прямо пойти по этапам. Делается так. Берется одно предложение, и это одно предложение пробивается по этим всем пяти этапам. Потом берется другое предложение, пробивается, ну и так далее. Итак, я предлагаю сделать следующее. Первый у нас этап – разъяснить непонятное. Я прошу просмотреть первое предложение. И на предмет того – понятно, непонятно. Понятно. Первое предложение? Да. Итак, я прошу прочитать первое предложение. Давайте я его прочитаю. Ночная маршрутка напоминала катафалку с синими лицами его пассажиров, лукнувшихся в свои гаджеты, экраны которых и придавали лицам их владельцев синюшный оттенок. Итак, на предмет того, представьте себе, табло раза сделаете, чистый лист. Вот раз – и начали читать. Понятно ли это? Итак? Нет, да. Ну, я прошу включить критический модус. Здесь надо в критике такое. Точно ли все понятно? Можно что-то добавить? Что-то опущенное, какой-то элипсис есть, что-то непонятное. Я прошу оценить. И там кого-то есть? Елена? Я считаю, что нет. Но, возможно, это слово катафалк, его можно было бы заяснить. Но для чего, это как с проституцией. То есть, возможно, катафалк, ну, как гипотеза, катафалк не всем понятен. Ну, как бы новое, такое оригинальное слово. Но я бы здесь ничего не меняла, ничего не разъясняла в этом предложении. Давайте посмотрим. Гаджеты, понятно, что такое? Да, конечно. Ну, тут надо смотреть, исходя из, кто будет читать. Ну, какой у нас адресат. Тогда давайте начнем с адресата. То есть, надо смотреть адресат. Если адресат молодой человек. Все понятно. Если это бабуля. То надо будет свои телефоны. Да. Свои мобильные телефоны. Свои ненависленные мобильные. Ну, ненависленные, это уже оценившись. Синюшные, синюшные, понятно, понятно. Хорошо. Следующий этап. Что лишнее? Я прошу на этот предмет. Что можно убрать? Все после слова гаджеты. Вот этот блок. Можно аргументы? Мне кажется, это уже больше как повторение идет. То есть... Разъяснение. Ну, это не то, что это же разъяснение, а больше как вот, как называют, вода. Вот для меня, например. То есть, для меня все было понятно, и вот до слова гаджеты я понял. Я понял, почему они у них синие лица. То есть, я эту метафору понял. Я бы, наоборот, убрала бы синими лицами, я пассажиров написала бы ночная маршрутка, напоминала, когда фалкс пассажировывает кушу все свои гаджеты, экран которых продавали их лицам синюшные антики. Только и, да, убрала? Сейкс? Экраны, которые... Да, да, да. Ну, да, да, да. Можно так. Итак, ночная маршрутка напоминала катафалк с пассажирами, поткнувшиеся свои гаджеты. С пассажирами. Нет, она напоминала катафалк с пассажирами. Да. А она напоминала катафалк с пассажирами. Я бы написал, напоминала катафалк лицами ее пассажиров. Синим его убрал. А, лицами. Да, тут же фишка в лицах. Лицами ее пассажиров. А дальше? Уткнувшихся свои гаджеты, экраны которых придавали... И владельцам синюшек, и тен. Да. А, лицами убрать второй. Лицами и союзги. После которых. Сначала... Ну, что-то мы мало тогда убрали, получается. А, надо много убрать? Нет, ну, Давид предположил, что много надо убрать. Дай это. Да. Давайте. Я предположил, но я не уверен на 100%, что это правильно. Нет, ну... Начинаем маршрутку. Напоминала катафалк лицами ее пассажиров. Уткнувшиеся свои гаджеты. Если просто лицами, тогда нужно продолжать. Тогда непонятно, какими лицами. А если мы оставляем синими лицами, уткнувшиеся свои гаджеты, тогда все непонятно, когда нет предложений. А давайте так... Значит, начинка маршрутка напоминала катафалк лицами ее пассажиров, уткнувшиеся свои гаджеты. Точка. Нет, связи нет. Синие слово на слово связывающее. Да. Хорошо. Начинаем маршрутку напоминала катафалк синими лицами ее пассажиров, уткнувшиеся свои гаджеты. Да. И точка. Татьяна, мы сейчас идем, смотрим на убрать лишнее, потому что предложение, было предположение, что оно перегружено, и одно и то же повторяется. Начинаем маршрутку. Ну, а катафалка? Может быть, синюшными тогда, синюшными лицами или синими? Просто, если смотреть по технологии, то просто синими и синюшками это будет туфтология, по-моему, да. Заглядывая вперед, я, как бы, поэтому и посмотрю. Ну, если вот не синими, а синюшными лицами, я пассажироваю. Или синими оставить? Синюшный оттенок оставим с синюшным оттенком. А синюшным оттенком лиц ее пассажиров, гнувшиеся свои гаджеты. Ну да, тогда это все. Нет, получается, что напоминало катафалк, напоминало чем? Оттенком. Нет, это неправильно. Ну, синюшным оттенком лиц. Напоминало катафалк лицами. Синюшным оттенком лиц. Оттенком лиц. Тут главное слово, оттенком, то есть, напоминало катафалк, чем? Оттенком. А катафалка не имеет никаких оттенков. Напоминало катафалк, ваш посыл, напоминало катафалк лицами. Лицами мертвых людей. Синими лицами. То есть, оставить синими лицами ее пассажиров? Да, потому что с синюшными лицами, это уже как-то с синюшными лицами. Синий оттенок. Ну да. Синюшный оттенок лиц, напоминало, они выглядят как трупы. Поэтому напоминало катафалк. То есть, катафалк уже есть, что они трупы. Но, ночной маршрут, напоминало катафалк... Может, просто ночной маршрут, напоминало катафалк? Точка. Начинай. Я предлагаю так поставить. Ночной маршрут, напоминало катафалк с синими лицами ее пассажиров, уткнувшиеся в свои гаджеты. Можем прямо здесь черкать? Да, да, да. Подар. Подар. Все. А остальное все вырезаем. Понятно? Можно, да, сочеркать прямо здесь? Да. Автор умер. Вырезать. Вырезать лишнее. Вот сейчас, если бы это было, когда я написал, позавчера, я бы не смог вырезать. Знаете, я так изобретал вот это все. А сейчас я как катастроировался от текста, я могу вырезать. Хорошо. Следующий этап – это добавить тропы. Тропы – это украшения. Если здесь метафора, аллегория, надо ли что-то добавить? Добавить тропы. Метафора есть. Мне кажется, не нужно ничего. К сравнению. Да. К сравнению, как тропы. То есть, ну, тут явно выражены, то есть, явно, ну, тропы очень сильные. Ну, очень такой. Видно, что хочет завладеть вниманием автора. Следующее. Убрать тавтологию. Есть повторение? Ночная маршрутка напоминала катафалка синими лицами ее пассажиров, утнувшиеся в свои гаджеты. Есть повторение? Нет. Ну, кстати, если бы оставалось полностью, то было бы лицами-лицами. Да? Повтор. И синюшными-синими. Ну, все в тавтологии, но все равно. Хорошо. Так, ну, связки здесь в предложении. Связки, кстати, нам будет потом посмотреть. И русский язык. Все? Правильно? Да. А вот лицами ее пассажиров, уткнувшимися, может быть, как же они уткнулись? Да, это русский язык. Лицами... То есть, уткнулись кто у нас? Какими? Лицами уткнувшимися. Ну, что-то, кажется, есть такое. Где причастие есть? Ну, как лучше ложиться? Если бы литературный, уткнувшимися, а так мне кажется, созвучно уткнувшихся. Уткнувшимися. Давайте на красоту послушаем. «Начинная маршрутка» напитала катафалк синими лицами ее пассажиров, уткнувшихся в свои гаджеты. «Начинная маршрутка напитала катафалк синими лицами ее пассажиров, уткнувшихся в свои гаджеты». Что более мелодичное? Вообще, вторая пикрица. Уткнувшихся? Да. Более легко как-то. Татьяна? Я предложила. Нет, ну так, на звук. То есть, вроде бы по русскому языку и так, и так правильно. А на мелодичность. Что, Давид? Не как «шторкнувшихся». Второе. «Шторкнувшихся». Угу. А, «мися» или «мися»? Вообще, я думаю, если бы «уткнувшиеся» тогда было бы «пассажирами» «уткнувшимися» Скорее, как же, да? Просто «уткнувшимися» связанными лицами. Нет, нет, пассажиры в каких? Уткнувшихся. Да, то есть, Мерлан прав. По-другому пассажиров было бы. Хорошо. В каких пассажиров? Уткнувшихся. Хорошо. Следующее. Следующее предложение. Значит, мы смотрим на понятность. Я сейчас читаю предложение, и вы говорите, понятно или нет? «С опаской, уместившись у окошка, я стал наблюдать за окружающими меня существованиями». Понятно ли? Да. Хорошо. Что лишнее? Какая задача? Здесь… Я ничего лишнего не знаю. Здесь продолжение идеи, да? То есть, как бы даже развертывание… Грамма. Грамма, да? Да. То было видение, да, вот тоже маршрутка. Есть, а теперь пошло. То есть, первое действие. Сел наблюдать существами. Нужно что-нибудь убрать? Хорошо. Тропы. Понятно здесь? Угу. Ну, есть существа, да? Существа – это троп. Угу. То есть, понятно, что они не существа, но не в том смысле. Угу. Следующее. Тавтология есть? Нет. Может быть, я лишняя? Ну, не похоже, то есть, непонятно, что это кто? И так, и так правильно. С опаской, уместившись у окошки. Мне кажется, что я интереснее. Я стал наблюдать. То есть, вы… Ну, и дальше, если вы не повторяете обратно, мне нужно будет обратиться. Ну, нет. Многие пишут так, без я вот так вот прям. Ну, сразу подряд несколько предложений. Ну, тут вводится герой. Да. То есть, еще один, и это автор. Да, потому что, с другой стороны, напоминало. То есть, понятно, катафалку, кому напоминало автора. Я стал англезы, вы же очень не существовали. Хорошо. Следующие… Связки еще нет. А, давайте, с предыдущим предложением связано. Да. Угу. Зашли в маршрутку и уместился у окошка. В маршрутке окошко называется? Угу. Пассажиры существа. Ну, окно, окошко. Ну, да. Угу. Пассажиры существа, да. Точно, проявление есть. Есть. Русский язык. Что здесь? Нормально. Все хорошо. Запытая, правильно? Ну, да. Все, сейчас понятно. Все. Следующее предложение. Это были молодые люди. Ну, вообще, надо выкинуть предложение. Так, подожди. Сначала, действительно, непонятно. Это по этапу. Итак, понятно, о чем идет речь? Да. Есть. Кстати, да, если у вас, возможно, совместно. Я тоже сам на себе. Сейчас, прощите. Куда? Есть один, кто против. Работает. 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 Ты понимаешь, идея такая. Это все про молодых. Да? Почему это надо было, Елена? Ну, парень, девушка. Это и так понятно. Если бы была бабушка, вы бы не написали девушка. То есть, и так понятнее написано парень, девушка. Согласен. Согласен. Не читаем это предложение. Следующее. А, ну да. Следующее. На понятность. Парень, сидящий справа от меня, смотрел на маленьком экране какой-то боксерский поединок. Понятно ли, что происходит? Угу. Да. Верши. Можно просто справа соединить. В смысле? Справа, справа. Справа, справа. А, ну это, давайте, это русский язык. Давайте прям поэтапливать. Так. Разъяснить. Убрать лишнее. Меня не лишнее? Сидящий. Можно сидящего брать. Парень справа от меня. И запитывить, соответственно. Нет, это у меня не лишнее точно. Так. Значит, сидящий можно брать, да? Парень справа от меня смотрел на каком-то моменте. Нет. Пожалуйста, есть возражения по поводу сидящего? Ну да, я согласна, что можно брать. Сидящий. Мне не мешает сидящий. Парень, сидящий справа от меня. Вы сидите. Просто вы написали даже запас поместившись у окошка. Парень справа от меня смотрел. Парень, сидящий справа от меня. Сидящий. Суды. Суды. Я соглашусь. Парень. Он в какой стороне сидел там или стоял, какая-нибудь. Угу. Значит, сидящий убираем. Ну и так, технически чисто, если вы сидите, а он стоит, вы не видите. Понимаете, идея такая. Рассказ должен в голове реципиента делать так, что там возникает картина. И если что-то, ну, какой-то сбой, картина не возникает. И тогда человек выпадает из этого фильма. Вот сидящий как бы, ну, должно помогать. Но если оно лишнее, и так понятно, эта картина, то есть не прерывается, то тогда надо убрать. Так, справа от меня надо оставить. Уместиться стоя. Да? Угу. Я тоже про это думаю. Ну, а я там уместившись у окошка уместился. Ну, окошко, вы же могли назвать окошко в двери. Нет, там слово место. У-местившись. У-местившись. У-места. У-места. Хорошо. Хотелось бы хоть как Пушкин, где-то 150 действует. Не, ну так, это прям сильно придирается. Так-то понятно, что… Нет, мы-то именно здесь гиперболизируем, то есть сильно придираемся. То есть от меня надо оставить? Понятно, что от меня? Да. От меня надо оставить. Оставить, да? Почему? Хотя… Потому что справа от кого? Ну, да. Есть… Парень справа. Справа. Ну, как бы, конкретизация должна быть. Угу. Хорошо. Смотрел на маленьком экране… А, а вот по поводу разъяснить. Понятно на маленьком экране чего? Да. Гаджета. Можно про гаджеты говорить. Гаджеты можно про гаджеты говорить. Что смотрел на маленьком экране, какой-то боксерский поединок. Какой-то… Есть смысл? Ага. Какой-то боксерский поединок. А мне кажется, вы таким образом свое пренебрежение показываете. Угу. Ну, то это… Да, это частичка, эмоциональная частичка. Мне кажется, не надо играть. Что это… Мне тоже кажется, нужно оставить. Хорошо. Итак, получилось так. Парень справа от меня смотрел на маленьком экране какой-то боксерский поединок. Угу. Следующая. Связка есть в предыдущем? От… От тропы… Да, кропы, тропы. Нету тропов. Ну, это не слишком ли много будет тропов? Можно теоретически… Ага. Какой-нибудь эпитет к парню. Да, вот эпитет. Толсткий парень, там, справа… Недалекий. Парень под теской перчаткой справа от меня. Не, ну какой-то… Мне кажется, здесь уже есть эмоциональность. Зачем перегружать предложение? Эмоциональность есть, а тропы… Какой-то… А тропы на эмоциональность. Может, какую-то драку? Нет. В маленьком экране какую-то боксерскую драку? Нет. Боксерскую драку. Боксерскую драку. Новый вид спорта. Мне кажется, суховато, нет? Ну, суховато, значит, без тропы, без украшения. Оставим. Так, связка есть в предыдущем? Да. Сел… Одно из существ. Справа. И русский язык. Парень надо заготовить? Нет. Я имел в виду парень, обращение… А так тут была ещё запятая, как обычно? Нет. Ну, а сейчас уже нет. Мы же брали в себя. Ну, изначально, изначально. Изначально, да, было? Парень справа от меня смотрел в маленьком экране какой-то боксерский поединок. Справа слитный, да? Справа, да. Справа, да. Есть. Следующее. Читаем на… Понятно ли. Девушка, сидящая напротив него, лайкала какие-то наряды, подталкивая уверенным большим пальцем правой руки вниз свою ленту новостей. Все понятно? Более чем… Что не понятно? Ну, молодым понятно. А, ну и пожилым, которые видят это каждый день. Кстати, я потом начал наблюдать, оказалось не только указательным. То есть есть разные люди по-разному. Не, ну можно держать вот так вот. В принципе, я тоже так делаю. Можно вот так вот. Ну да, то есть… Ну да, то есть… Единственное, что это уверенность. Вам надо листать. Ну, у меня еще была такая идея, знаете, это же… Что у нас обезьяна включает? Это противостоящая… Ну, это… Да, это… Да, это… Вот оказалось, это для того, чтобы вот… Богом было задумано, для того, чтобы… Яблоко… Видите, параллельно? Яблоко, и здесь яблоко… Есть. Непонятно. Лишнее. Что лишнее? Как большое… Я считаю… Я считаю, что девушка, сидящая напротив него, уверенно лайкала какие-то наряды. Точка. Уверенно лайкала? С уверенным лицом. Да. Может, постоянно лайкала. Понятно? А аргументы, что тут подталкивают это все… Ну, мне это не нужно, зачем? Нет, она лайкала не уверенно, а она скроллила уверенно. Мне кажется, что вот какие-то надо убрать. Да, это… А ну, это да, тавтология. Ну, это не столько тавтология, сколько… Ну, и тавтологии лишние. Какие-таки? Какие-то. Какой-то. Какой-то. Какой-то, какие-то. Нет, давайте сначала определимся по поводу… Сначала вот, что Елена говорит. Что? Уверенно. Да, и остальное все просто вырезать. Не согласен. Почему? Я тоже не согласен. Ну, я уже аргументирую, что уверенно она листала, а лайкала-то она, ну, непонятно как. Может, не уверена лайкала? Нет. То есть, не в смысле по слову уверенно, а вообще убрать все, чтобы после девушки, сидящей напротив… Лайкала какие-то… Лайкала какие-то… Лайкала какие-то наряды, точку. Уверенно лайкала, Лена сказала. Ну, сначала… Ну да, ну хорошо. Нет, потом добавим, если что. Может быть, точка и все, а поталки уверенно все это убрать. Я не согласен. Почему? Потому что мне кажется, что предложение более полное и более раскрывает действия окружающего автора. А так получается, что девушка уверенно лайкала наряды. Я согласен с Дарья. И получается какое-то короткое предложение, вырванное откуда-то, а так получается, что оно как бы раскрывается. Ну, в данном случае… Больше драмы. Да, да, да. Больше описания действий, которые происходят вокруг автора. Да, и отношения его к этому. Да. Татьяна? Я поддерживаю Дарья. Ну, понятно. Четыре пятых населения. Хорошо. Еще что можно убрать? Да пока оставляем. Что из этого предложения можно убрать? Ну, какие-то лайкала. Лайкала смешать, какие термин такой. Или даже включать лайкала. Подождите, а вот него надо оставить? Сидящие напротив лайкала? Да, надо оставить. Да, точнее. Можно напротив вас. Можно напротив вас, да. А, это не его. Можно напротив молодого человека. Хорошо. А сидящая остальная? Сидящая? Девушка напротив него. Существа. А, нет. Сидящая надо? Нет, смотрите, если парень сел справа от вас, то девушка слева напротив парня. То есть она и напротив вас сидела. Да, но чуть справа. Тогда можно просто девушка напротив. Его. Девушка напротив. Девушка напротив. Нет, она напротив меня. Ну, тогда напротив меня же другой будет основной, главный герой потом. Чуть ниже. Он прямо передо мной сидит. Ну так она тоже напротив. Ну да, напротив справа. То есть я как бы обрисовываю, кто где. Сидящие оставляем или угли? Оставим. Оставляем. Мы там его убрали. Здесь можно. Ну да, здесь можно. Девушка, сидящая напротив него. Так. Лайкла, да, смущает? Нет, она смущает. Я не смущаю. Аргумент. Это может быть такое слово? Ну оно какое-то очень сленговое. Очень сленговое, да. То есть сленговое слово. Что чем можно заменить? Причем не все его употребляют. Даже молодые. То есть может и выйти из оборота. И непонятность. Нужно века пишем. Какое это слово? Ставила лайки. А от чем отличается? Нет, отличается именно, что ставить лайки и лайкать. Ну, лайкать еще можно. А, лайкать еще. Можно в кавычках поставить лайк. Ставила лайк на каких-то нарядах. Ставила. А, ну тогда мы обращаемся разъяснить непонятное. Правильно я понимаю? Мы чуть на шаг вперед. Назад. Так лайки тоже можно туда не понять. Через 100 лет. Нет, ну 100 не надо. Хотя 50. Ну, конечно, мне нужно убирать. Я против. Ставила лайки. Татьяна. Ну, понятно. Можно, мне кажется, оставить лайков? Я просто не очень знаю, что заменить. Потому что если мы оставляем откуп, если мы заберем стату за ясность, то, я думаю, можно оставить лайков. Да, мне кажется, нам интереснее так смотрится. И все это знают, что это значит. На чем разъяснять лайк? Это поставить сердечко, нажать два раза на экран. Ну, так как это... В разных приложениях. Правильно? В разных возможностях. Хорошо. То есть разделилось. Два на два. Правильно понимаю? Ну, а Давид еще не уверен. Давид. Я оставался без остается. Остается. Еще что убрать? Какие-то. Ну, да, согласен. Какие-то. Ну, вообще, уверенным пальцем. Сейчас давайте по очереди. Какие-то. Тавтология. Тавтология. На меня есть предыдущие. Тавтология. Кто против? Есть кто считает, что... Почему? Какие-то убрать. Ну, потому что до этого был какой-то поединок, и тут какие-то наряды. Тавтология между предложениями. Нет. Кто против того, что убрать? А, нет. Есть возражение, что убрать. Убираем лайкало, наряды. Еще что убрать? Есть гипотеза, что еще убрать? Ну, вот подталкивая уверенным большим пальцем. Как может быть пальцы уверены? Уверенным, может подталкивая большим пальцем. Уверенно подталкивая большим пальцем. Вот это. Ну, я могу сказать, что в данном случае это был троп. Ну, как бы, я забыл, как он называется. Имеется в виду, что... А! Это называется прозапопея. То есть, одушевление пальцев. То есть, сам палец, как... Олицетворение. Да, оно же олицетворение. Но если это не понятно, то лучше убрать. То есть, если троп не раскрывается, он не понятно. За мой субъективный взгляд не очень красив. Угу. Итак, подталкивая, уверенно подталкивая большим пальцем правой руки вниз свою ленту на новостей. Так? Да. Есть кто против? А вот... Еще такой момент. Свою, если убрать. Нет, сейчас, чуть позже. Мы идем по очереди. Есть кто против того, что убрать, перенести уверенным перед подталкиванием? И так, уверенно подталкивая большим пальцем правой руки вниз свою ленту новостей. Угу. Угу. Еще, пожалуйста. Зачем? Еще убрать слово «своё». А где? Ну, да. Ну, как бы так понятно, что это ее лента новостей, зачем лишнее. Угу. Сидит у соседа лайк. Угу. 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 Тавтология. Тавтология. Есть повтор? Нет. Ну, у нас, получается, на втором этапе убирается и тавтология. Ну, да-да. Угу. Может, лишний этап? Я уж буду начинать. Уж этот этап лишний. Понятно ли с предыдущим? Есть ли связка? Достаточно? Есть. Есть. Сидящая напротив него. Ну, плюс, еще у нас существо. Сидается. Что вам всякое сосущество? Существо. Я вижу, зацепило. Существо. 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 Русский язык. Значит, давайте. Девушка, запятая. Надо? Да. Сидящая напротив него. Запятая. Запятая. Лайкала наряды, запятая. Уверенно подталкивая большим пальцем правой руки, вниз ленту новостей. Как? Вниз. Вниз. Слитно. Вниз. Куда? Вниз. Вниз. Справа. Как? Вниз. Вверх ты тоже напишешь разделу? Вверх можно написать. Слитно. Раздельно. Куда? Вниз. Слитно. Вниз. Слитно. Вниз. Слитно. Вниз. 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 еще напротив меня, я еле-еле сумел сдержать возглас изумления. Понятно ли? Да. Понятно. Что-то? Да, я знаю. Что-то не так? Нет, абсолютно. Все одно существо. Еле-еле. Третье существо. Хорошо. Что лишнее, что можно убрать? Ну, вообще, напротив, от него надо избавиться. То есть, каким-то образом перестроить предложение, потому что у нас уже есть напротив в предыдущем контексте. А, сидящий напротив, а то сидящий откажет. Таталоги, да? Да, все надо перестроить. Сидящий рядом со мной, например. Да, да. Почему сидеть? Напротив, почему? А рядом со мной, например. Нет, он рядом уже другой сидит. С одной стороны окно, а с другой уже сидит. Боксер. Расположившегося. Угу. А, ну это на павтологии, да? Расположившегося напротив меня. И против надо как-то... Рядом со мной. Расположившегося рядом со мной. Да напротив, вот, ты же не рядом. Рядом боксер сидит. Как пашка. По отдалению, не знаю. Я рядом с тобой, а напротив тебя... Я все понимаю, что ты понимаешь, что я напротив. Лена, просто напротив девушка еще есть. Там тоже напротив. А, два раза напротив. Ну вот, надо заменить синоним. Синонимное слово напротив какое? Передо мной. Супротив. А, передо мной. Да, вот. Отлично. Так? Супротив. Или передо мной? Ибо. А, окей. Передо мной. Потому что супротив, там же напротив, получается, что как бы все равно против есть. А, передо мной. Да, передо мной. Расположившегося передо... Расположившегося рядом со мной? Передо мной. Переду, визгон? Да. А мной отдельно? Угу. Мной или мной? Мной. Если это блок, то это мной. Мной. Ставь передорожник. Так, еще что лишнее. Давайте с самого начала. Но, когда я перевел глаза? Я и я, много я. А где еще? Почему? Когда я перевел глаза, я еле-еле. Ну да, я начеркнуть не нужно. Переведя взглядом. Ну ладно, просто я тут не получится перечеркнуть. Но когда я перевел глаза? Ну когда перевел глаза? Ну когда мои глаза? Ну когда я перевел глаза на телефон пассажира, то еле-еле сумел сдержать возле своего. А, я второй выбрать? Да, да, да. То есть, после вот передо мной поставить то, я считаю, нужно. Но когда я перевел глаза на телефон пассажир, расположился передо мной, то еле-еле сумел сдержать возле возле изумления. Да. Хорошо. Хорошо. Мне нравится. Так, еще что-то убрать. Еле-еле сдержать возле изумления. Изумление нужно? Нет. Нет, нужно. Нужно. А возглас это не понятно, что изумление? Понятно. Возглас радости, я не знаю. То есть, надо? Да. Нет, мне кажется, возглас просто продает какой-то окраске такой, что вот настолько вы изумились. Не просто мы же углубедили души изумиться и все, и дальше смотреть в окно. А возглас настолько вас это поразило. Да. Вот изумление не понятно, что возглас уже что-то. А возглас чего? А мне кажется, в таком стынявшейся выражении. Сдержать возглас. Мне кажется, наоборот, как раз таки подчеркивает степень нашего изумления. Ну, да, я согласна. Это называется фризологизм. Возглас изумления – это фризологизм. Это вид тропы. Но такого, так называемого стертого тропа. Стертого – это то, что используется множество раз, и он теряет функцию тропа, но частично. Хорошо. Следующее – тропы. Есть что-то? Надо что-то украсить. Перевести глаза. На телефон пассажира. Телефон пассажира как-то. Нет? Нужна тропа? Надо что-то украсить? Нет. Хорошо. Тавтологию мы поубирали. Добавить связки. Понятно с предыдущим? Ну, связываем. Да. Соединить не садишь. Ну, формально, да. Хорошо. Давайте русский язык. Орфография. Ну, когда я переломатываю тропа пассажира, запятая, расположившаяся передо мной, запятая. Твою ерунду. Твою ерунду. Твою ерунду. Хорошо. Правильно. Хорошо. Следующее предложение на понятность. На экране были кадры интеллектуальной игры, что, где, когда. Понятно? Да. Идеальное предложение. Тогда что-то здесь не так. Что лишнее? Так, экран-экран. Где-то был, да, уже? Нет? Экран. Не глаза. Где-то был экран. На маленьком экране. Парень в маленьком экране. Ну, это было вот как-то. Да. Были кадры интеллектуальной игры, что, где, когда. Что, где, когда. Понятно, что это? Да. Понятно. Тропы. Суховатенько? Размочить надо? Мне кажется, не надо. Потому что, вот, подчеркиваешь. Что, предыдущие занимались такими занятиями. Не совсем интеллектуальными. А тут подчеркнули интеллектуальными занятиями. Мне кажется, не нужно ничего добавлять. То есть, тропы не нужно украсить? Нет? Никакого нет предложений? Мне кажется, если мы будем украшать каждое предложение то, как у Льва Толстого получится украшать юнорский текст. Ну, это звучит, как комплимент. Льву Николаевичу. Хорошо. Таталоги, ладно. Связка, понятно? Да. На экране чего? Телефон. Ну, может быть, вот возраст утомления поставить вообще тире. На экране кадры. Двоеточь. Двоеточь. Правильно. Двоеточь на тире? Да. Двоеточь. А зачем? Связать, да? Связать, да. Не слишком длинное предложение получится? Да, мне кажется. Что плохого в длинных предложениях? Мы все дочитываем. Не такой же длинные две строчки будет. Хорошо. Елена за соединение. Пожалуйста. Татьяна, какое-нибудь? Соединение? Нет? Да, можно соединение. Ну, станет дветочью и тогда прописнет. За. Теперь. Раздержу за. За. Ну, двоеточие. Нет, даже без меня. А ты как думал? Каково было мне? Давайте посмотрим. Ну, когда я перевел глаза на телефон пассажира, расположившегося передо мной, то еле-еле сумел сдержать возраст изумления. На экране были кадры интеллектуальной игры «Что, где, когда». Ага. 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 Следующее. На разъяснить непонятное. Словом, идиот в Древней Греции обозначает человека, стоящего в стороне от общей массы. Ага. Общей? Ага. Общей массы. Ага. 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 Он думал, что идеально. Ага. Понятно ли? Да. А что лишнее? Запятые. Ну, да. То есть это какая-то информационная часть, да? В тексте людей привлекает какая-то новая информация. Из этого раздела это предложение. Что убрать? Запятую после слова идиот. Нет, нет, это потом. Древней Греции оставим? Да. Я вот не знаю, как это сказать. Как связать. Просто для меня это предложение вообще не вяжется с предыдущей. И для того, чтобы убрать лишнего, я бы просто переставил. В древней Греции слово идиот обозначает человека, стоящего в стороне от общей массы. То есть в древней Греции начинается как отступление, что ли. А чтобы ярко было видно, что это вставка. Что это вставка, да. Потому что не очень понятно, как это соотносится с маршруткой. Это мы по поводу связки, да? Да. Переходим в связки. Пожалуйста, есть ли возражения на это? О перестановке? Нет возражений? Да есть возражения. Почему? Ну, тут мы говорим про что, где, когда, наше время, а потом Древняя Греция какая-то. Ну, кажется, в начале слово идиот. Какой идиот какой-то? Нет, ну ты смотри. Мы сопоставили сначала парня, который смотрел бокс, девушку, которая лайкала наряды. А дальше про что, где, когда. Сразу у меня возникла ассоциация. То есть человек будет противопоставлять как-то. И далее там написано словом идиот. Ну, как бы понятно, к кому это относится. На мой взгляд, это человек, который сразу выделяется. А если начнут какие-то в Древней Греции, мне будет не совсем понятно. Мне кажется, очень резко вот так. Вот как будто, ну, говорите, существа там пали, девушек там, что-нибудь там смотрели. А потом слово идиоты так, как будто вы их сразу так обзываете. Не, ну, это сразу понятно. Это сразу понятно, мне кажется. А так вот, если Древняя Греция будет более мягко, на мой взгляд. И вот я сдаю нашу область. Так цель блога, чтобы вы читали. Угу. Татьяна? Ну, мне просто кажется, что если мы начнем с Древней Греции, и тогда они вот такое предложение, это будет как-то типично. Ну, обычно мы в учебниках по истории говорим, что Древний Греция в Древнем Риме. А здесь как-то так, что как бы патологически прозвучало, чувствуется автор имя. Угу. Свои стили, скажем. Хорошо. Ну да, оставляем. Так, что еще, что брать? Возначили человека, стоящего в стороне от общей массы. Нет? Что брать? Украшение надо? Нет. Нет. Есть предложение по украшению? Ну, связка, да, вот здесь связка, ну, а, тавтология, да? Нет, тавтология. Нет. В общем, масса понятна? Это не слишком? Понятно. Да, понятна. Вот вообще масса. Так, связана ли эта вот связка? Что, где, как, да, с словом идиота. Конкретно предложение не связано. Почему не связано? Ну, я бы не увидел. Если бы одно это предложение было, я бы связано и не увидел. Если бы мне сказали, что это два разных текста, я бы поверил. Да, а просто нет, если зачитать этот абзац целиком, может быть и связка, я не знаю. А если конкретно предложение, то нет, не связано. Ну, давайте. Я сейчас прочитаю, ну, на звук. Ну, когда я перевел глаза на телефон пассажира, расположившийся передо мной, то еле-еле сумел сдержать возглас изумления. На экране были кадры интеллектуальной игры что, где, когда. Словом, идиот в Древней Греции возначали человека, стоящего в стороне от общей массы. Ну, понятно, вы в начале предыдущего, то есть, про молодого человека пишете, но изначально, то есть, логично, что вы говорили о противоположной личности. Мне кажется, все сведения, но... Давид, надо что-то? Да я не знаю, нет, наверное. Я просто не знаю, как связку добавить. Я предложил по-другому. Ну, как бы, я тоже не уверен, что это правильно, но не понравилось, не прошло. А по-другому не знаю. А вот, может, необходимо... Или там, нотебене. Нотебене – это интересное на полях. Можно, Вадь, или люди не понимают, что это такое? Я не понимаю, я сам не того узнал. Нотебене. Не очень понимаю. Давайте оставим. Так. Русский язык. Да? Русский язык. Словом идиот. Запятую убираем. В Древней Греции обозначали человека. В стране это общий... А кавычки нужны? А кавычки нужны словом идиот? Ну, да. Это как понятие обольца. Нет, обозначают слово обозначали. Почему? Как неодушевленное. Называли. Называли. В Древней Греции называли человека. С другой стороны, вроде бы я существами называю. Как бы не людями. А обозначали человека. Ну, да. А здесь я вроде бы... Да. То есть я перевожу от... А! Переход от неодушевленных зомби к людям. Вы же говорите, что вот он, вот он. Идиотус. Так. Называли. Называли. Называли человека, стоящего в стороне от общей массы. Да. Есть. Следующее на понятность. Я понял... А еще это? Да. Общее там. Ну... Общее. Да. Слово. Буква пропущена. Я понял, что передо мной именно он. А у нас уже было передо мной? Было. Было. Нет. Давайте сначала... Давайте на понятность. Я понял, что передо мной именно он. Молодой человек, смотрящий фигуальный контент. Это странно. А что если я понял, что молодой человек, смотрящий он? Надо оставлять до два разных? Елена? Да. Я понял, что передо мной именно он. Надо убрать что-то лишнее. Мне кажется, нет. Мне кажется, нормально. Хорошо. А передо мной? Надо еще вот это передо мной. А, передо мной. Услышать, как оно вот так вот... Давайте так. Я понял, что это именно он. И так можно, но передо мной она может не быть татологией, если она далеко от другого передо мной. Если бы на слух послушать, как это... Сильно мылит назад? Сильно, да. Сильно. Мыли, да? Что? Там еще после этого два приложения. Когда я перевел глаза на телефон пассажира, расположившийся передо мной, то еле-еле сумел сажать возраст изумления. На экране были кадры интеллектуальной игры «Что, где, когда». Словом, идиот, древние грецы называли человека стоящего в стране от общей массы. Я понял, что передо мной именно он. Мне кажется, прям сильно. Хорошо. Я понял, что это именно он. Так? Ну да. Что это именно он. Хорошо. Украшать будем? Я понял, что это именно он. Что это именно он. Именно. Угу. Патологии, связка, понятно? Да. Я понял. Русский язык. Я понял. Спитая нужна? Да. Что это именно он. Угу. Угу. Серьезнее. Молодой человек, смотрящий интеллектуальный контент, это странно. Молодой человек, смотрящий интеллектуальный контент, это странно. Понятно? В чем речь? Да. Да. Есть лишь? Я бы добавила в наше время. Ну, мне первоначально так было, но я почему-то убрал. Ну, контент, это же современная тема. Ну, нет. Просто мы сейчас, сначала говорили про древнюю Грецию. Сейчас мы переходим в реалии современной. А вот эта прокладка, я понял, это именно он? Да. То есть это именно он есть. Ты уже тренируешь контент, Лена. Итак, сегодня, да? Слово сегодня. Есть возражения? Есть. Я, короче. Угу. 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 Итак, молодой человек, смотрящий интеллектуальный контент, это странно. Связка есть? А, троп. Чуть давно тропов не было. Зверище? Это удивительно? Это волнующе? О, это волнующе. Это нонсенс. Это необычно. Нонсенс, это необычно. Нонсенс. Он сейчас дефис пишет? Нет, нет. Нонсенс. Нонсенс. Есть. Молодой человек, смотрящий интеллектуальный контент, тире это нонсенс. Коррект? Есть. И последнее предложение. Когда через несколько остановок юноша поднял глаза и поздоровался, я с удовлетворением отметил, что и среди моих студентов в Волгу есть идиоты. А по предыдущим предложениям... А там же все нормально по русскому языку. Ну вот, запятая должна быть. Где? Смотрящий контент, запятая, потом тире. А уже молодой человек, это нонсенс, который смотрит? Ну, да, согласна. Только контент, запятая? Да. Тире не нужно? Нужно. Запятая и дальше тире. Тире. Согласна. Есть. Понятно ли в последнем предложении, что это заключение? О чем идет речь? Надо давай расширить? Надо ли убрать? Вообще, это гармоз как-то. Хорошо. Может быть, поздоровался? Может быть, через несколько остановок? Ну, тут имеется в виду, через несколько... То есть, время прошло. Да? То есть, как бы... Через некоторое время... Надо убрать через несколько остановок? Нет. Может, чуть позже? Будет проще как-то и поднял. Чуть позже юноша поднял глаза? Через некоторое время, может. Когда через некоторое время? Так вот, так же будет. Ну, по объему такой же. Копец. Когда через некоторое время? Так, позже,aters. Ну, позже просто. Позже юноша поднял глаза и поздоровался. Подз笑им, да? Позже юноша поднял глаза? Чуть. onu как порош? Прет. Какая-то отбивка. Мне кажется, когда это отбивается? Спустя некоторое время. Может, просто когда юноша поднял глаза и поздоровался? Когда юноша поднял глаза... Ну, вообще, убрать. Несколько остановок на встрече. Да. Скудя несколько остановок. Я бы убрала через несколько остановок. Просто когда юноша поднял глаза, я поздоровался. А я бы вставил контакты позже. Давайте так сначала. Оно и драма есть. И кранка. Давайте по мере поступления. Есть возражения через несколько остановок? Убрать? Да. Есть. У меня нет возражений. Убрать, Татьяна. Можно попробовать. А чем заменить? Просто так и оставить. Когда юноша поднял глаза и поздоровался. Когда юноша поднял глаза. Зачем? Мы сейчас на этапе убирания. Ну давайте уберем. Когда юноша поднял глаза и поздоровался. Не пропала ли здесь идея? Это нонсенс. Когда юноша поднял глаза и поздоровался. Я с удовлетворением отметил. Что и среди моих студентов Волгу есть идиоты. Хорошо. Что еще убрать? Нет? Нет. Есть украшения? Нужно? Достаточно идиоты. Просто слово идиоты. Есть. Нет? Так. Русский язык? Волгу. Да, Волгу. Что Волгу? Гу. Гу. Большой. Волг. А, Волгу. А так, Волгу. Волгу. Это что? Волги. 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 Есть идиоты. Все. Спасибо. 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 Спасибо.